Отвезти дивизию на новый рубеж обороны. Дивизия стала отходить, но первый батальон продолжал удерживать оборону. Немцы обошли справа и слева и двинулись дальше, к Волоколамску стремились. И батальон оказался в полном окружении. Бауржан Мамышулы собрал командиров рот политруков и начал выслушать их мнение, что будем делать, как выходить. И вот мы решили выходить всем батальоном в одном месте. Мы решили перейти дорогу, но там были немцы. Завязалась очень жаркая схватка, короткая, но жаркая, тяжелый бой был. Мы сумели, уничтожив несколько десятков фашистов, перейти через шоссейную дорогу и двинуться дальше в сторону Волоколамска. Вот как сейчас вспоминаю, рано утром мы входим в Волоколамск. Мокрый снег выпал, туман, грязь. «Подтянись!» – крикнул Бауржан. Подтянулись все, подняли голову, и он говорит мне, «Федя, давай запивать». Я говорю, «Так ведь люди уставшие, не кушают, ничего, споем». Идем по Волоколамску. И тут вдруг нас встречает генерал-майор, товарищ Панфилов. Он не верил, что наш батальон остался живым. Считали, что батальон погиб целиком. А тут вдруг появилась хорошая боевая единица с вооружениями, даже пушки имеются. Он не выдержал, Панфилов, заплакал. Но это были слезы радости. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Говорит народный писатель Казахстана Абдильда Ташибаев. После войны он почему-то сразу переключился к литературе. Он хотел стать писателем. А даже я попросил его, почему полковник желает стать писателем. Он говорил, мне обязывают еще мои фронтовые друзья, которые живых нет. Я остался в живых. Я просто обязан о них писать. Я обязан перед их кровью, перед их геройством. Вспоминает народный писатель Казахстана Панфиловец Дмитрий Федорович Снегин. Прежде всего я хочу сказать, кто здесь. Но прежде всего мой милый друг Бауржан Мамашулы. Вот он здесь капитан, улыбается. Рядом с ним его комиссар Петр Васильевич Лагвиненко. Справа от Бауржана Дженни Колокольников. Он работал в штабе нашей дивизии. Это известный альпинист, художник. В дни войны каждый из нас как-то подражал героям гражданской войны. Вероятно, это закономерная преемственность. И у Бауржана был свой национальный герой. Он завел бурку, папаху, саблю, шпоры и белого коня. Он подражал Чапаеву. Он нередко горцовал, учался так, как это было в кино. Он не подражал Чапаеву. Это было его сутью. У него был чапаевский характер, лихой, отчаянный, бесстрашный. Он всегда романтизировал дело, которым занимался. Несмотря на кавалерийские наскоки, вспыльчивость, резкость, это была поэтическая натура. Его я никогда не забуду. Это было как раз накануне, скажем, завтра наступления, контрнаступления, большое, подготовленное нашим верховным главнокомандным контрнаступлением. А сегодня, 5 декабря, мне приказано было, будете сегодня поддерживать наступление такого-то полка. По защите командира этого полка по уржанному машине. И вот я вижу в комнате, противоположного, так, и убегаю, по ходу, вижу комнату, диван, в диване полулежит человек, раненый, вижу, перевязанный немного, раненый. И, значит, по телефону говорит, да, раз вы приказываете, я с полком сделаю все, что мне возможно сделать, хотя докладываю, у меня 29 активных штыков. И бросает трубку, я вижу, он, значит, вполне в парадном обмундировании, это-то там, в этом сражении, в ваду, в парадном обмундировании с клинком. Вот здесь, вот сапоги у него хромовые со шпорами. Ты Снегин? Я говорю, что да, я Снегин, а ты бауржан? Я бауржан. Вот так почему-то произошло наше первое знакомство с ним. И произошло оно уже навсегда. Вот главным качеством была дружба. Чувство дружбы, чувство взаимопомощи, подложить свое плечо и поддержать друга, даже не жалея своих сил и даже своей жизни, вот это высокое качество, оно было в высшей степени развито у бауржана. Бауржан, мамыш, увы, был натурой сложной. Ну, надо сказать, да, и колючей. Ну, надо сказать, что это ведь не всем нравится. Да и часто на войне у людей не было времени анализировать друг друга, так как мы это делаем сейчас. В общем, были люди, которые его и не любили, может быть, или были им обижены. Но объективно и эти люди ничего дурного по-главному сказать о нем не могли. А бауржан, мамыш, увы, ну, что он был командиром батальона первого. Надо сказать, что это батальон, который ну, часто очень отрывался от полка. Это был недостаток определенный. Это затрудняло действие полка, но вместе с этим ему приходилось действовать самостоятельно. И главным образом эта самостоятельность выражалась в том, что надо было батальон вывести, соединить с полком. Значит, где-то прорываться, вступать в бой. А знания у него, конечно, были большие. И чувствуется такого практического плана. Особенно, скажем, как вести себя в бою, вот о чем он нам говорил. Вспоминает ученик. Мамыш Улы по военной академии генерал-полковник Галушка. Я был танкист. И вот он сумел как-то интересно показать взаимодействие, скажем, мотострелковых подразделений, бронетанковые, скажем, хотя мы это и видели все, казалось бы, мы знали. Но он теоретически обосновал, скажем, вот в каком случае должны быть танки впереди, пехоты, когда пехота должна следовать за танками. То есть теоретически обосновал и расширил наше познание с точки зрения планирования боя, операции. Он умел как-то всесторонне оценить эту обстановку, учил нас искать сильные и слабые места противника и находить свои оптимальные, лучшие решения для того, чтобы отсечь этой победы. И получался его рассказ, его лекция и, скажем, групповые занятия на картах ну очень интересным, увлекающим. И мы очень часто забывались, что мы, скажем, сидим за столом. Нам казалось, что это тот же бой, понимаете, та же операция. Вот это искусство, которым он именно обладал, вот такой методикой обучения, оно и оставило в нашей памяти ну о нем очень такое хорошее впечатление. Эти кадры сняты в декабре 43-го года. В Алма-Ату приехал с фронта полковник Баужан Мамышулы. Тот самый Мамышулы, комбат Панфиловской дивизии. Тот самый старший лейтенант из книги Александра Бека «Волоколамское шоссе». Республика встречала его как национального героя. Вот он среди писателей и акрым. Мухтар Ауэзов в Сабит Мукану. Иса Байзаков в Сабит Муслепов. 40 лет прошло с тех пор, как зритель впервые увидел эти кадры. 40 лет шли они рядом, литературный герой из Волоколамского шоссе и живой, реальный Баужан Мамышулы. И любовь народа к своему славному сыну не иссякла, а наоборот стала всеобщей. Нет казахов, который бы не знал, кто такой Баужан Мамышулы. Трудно говорить вообще о каждом человеке. Ответственно говорить о близком и невероятно тяжело говорить о родном отце. тем более состоящем из крайних противоположностей. О человеке, который при всех ошарашивающих парадоксах своего нрава тем не менее был очень цельным. Он был личностью, потому что говорил и чувствовал и поступал личностно, именно личностно, пытаясь внести как можно больше коммунистичности в наши отношения. Он никогда не просил за себя, не открывал двери никаких кабинетов. И, естественно, у нас тоже не было такого. Но однажды, когда было очень сложно устроить в казахскоязычный детсад внука его, сына нашего, Яржана, то, получая отовсюду отказы, мы вынуждены были обратиться к отцу. И тогда отец собрался, сходил. А я тут сказал ему, я говорю, 30 лет мне в то время было, но я ни разу твоим именем не воспользовался и был не вправе. А этот не успел родиться, а уже именем деда как знаменем. И тут отец задрожал, он говорит, ты можешь за себя постоять, а он по малости лет своих не может этого сделать. Он беззащитен, он ребенок. Но потом сделал попытку засмеяться, и вдруг прорвалось у него. Я сделал это единственный раз, и я противен себе. Ему дают ордер на пятикомнатную квартиру. Мама шелла с этим ордером приходит в новый дом, там встречает одну немолодую женщину, вытирающую слезы с концом черного платка и обращается к ней. Мамаша, вы чем опечаленны? Тогда женщина говорит, назначен мне квартиру, соединив с трехкомнатной квартирой, квартиру отдали какому-то полковнику. Мой сын погиб на войне, но он был солдатом. Он приходит в горсовет и говорит, я не просил вас, чтобы вы мне дали квартиру предназначенную другим. Азельхан Нушеихов, автор книги о мамаш увы. Потому что это мать солдата. Понимаете значение этих слов? Мать солдата это мать России. Когда об этом рассказали той женщине, она заплакала и сказала, что я именно так представлял помышло, оказывается я не ошиблась. он мог сказать правду в лицо любому, как бы горька эта правда не была. Он говорил ее всем, в том числе и себе. Шли годы, проходили десятилетия. Наверное, нелегко было ему оставаться тем лейтенантом из 41-го года, готовым пойти в любую секунду в бой, но Мамышулы не изменял себя и за это был любим. Вниманием моего народа я не обделен и это приятно, но я ни разу в жизни не использовал это внимание с корыстью, оно свято для меня и никому не придется краснеть за бауржаном Мамышулы, когда о нем будут говорить в прошедшем времени. Да, это так. Мы его современники подтверждаем. КОНЕЦ Фидель Кастро читает книгу «За нами, Москва». Мауржан Мамышулы, герой Волоколамского сражения, гласит газетный заголовок. В 60-х годах писатель побывал на Кубе. Он увидел, как бойцам революционного острова вместе с гранатами и патронами выдавали экземпляр его книги. Бауржана Мамышулы. Батыра советского народа.